Здравствуйте! В эфире программа о работе органов прокуратуры на страже закона. Образ прокурора традиционно ассоциируется с серьезным и интеллигентным человеком и, как правило, мужчиной. Героиня нашего специального сюжета, Свердловский межрайонный природоохранный прокурор Лариса Ларина, несомненно, образец строгости и интеллигентности. Но ее образ дополняют и иные черты. Какие именно, смотрим далее. В органах прокуратуры работает довольно много женщин, а вот тех, кто возглавляет прокуратуры, гораздо меньше. На территории Свердловской области осуществляют надзор без малого 70 прокуратур, и только 4 из них возглавляют женщины. Одна из них – Свердловский межрайонный природоохранный прокурор Лариса Ларина, работник прокуратуры во втором поколении. Конечно, не случайно попала в органы прокуратуры. Моя мама больше 30 лет посвятила работе в органах прокуратуры, поэтому во многом выбор профессии был связан именно с тем, что я видела, что это такое работа прокуратуры, и мне хотелось заняться этим же благородным делом. Не было никаких сомнений, что нужно поступать в юридический институт. Начинала как следователь. Сначала в прокуратуре Нижнего Тагила, потом Екатеринбурга. Говорит, что следственная работа закаляет характер и воспитывает навыки общения с людьми. Затем не менее интересный этап – работа в отделе по обеспечению участия прокуроров в гражданских и арбитражных процессах. Хорошее практическое знание гражданского процесса очень помогает и в нынешней природоохранной работе. Тем не менее, тогда Лариса Ларина и сама не ожидала, что однажды станет природоохранным прокурором. Главное, говорит она сегодня, это быть готовым ко всему новому и не отталкивать возможности, которые предлагает жизнь. Прежде всего, проявить себя на новых направлениях. Я думаю, что если заниматься своим любимым делом, тем, что нравится, что приносит и моральное удовлетворение, то, в общем-то, ничего сложного в этом нет. У нас в Сырловской области не так много женщин-прокуроров. Четыре женщины-прокурора. Но я считаю, что ничего особенного в этом нет. Может быть, мне несколько проще, чем моим коллегам территориальным прокурорам, потому что у нас узкая направленность, специфика своя. Но я считаю, что главное, чтобы то дело, которое ты делаешь, получалось с удовольствием и с полной отдачей. В зоне ответственности Свердловской природоохранной прокуратуры вся южная часть Свердловской области. Это в основном промышленные города, а также сам областной центр. Безопасностью окружающей среды пренебрегают многие. В перечне проведенных проверок можно найти как крупные корпорации, так и мелкие фирмы. И даже незарегистрированные предприятия. Несанкционированные свалки, нарушение экологического законодательства при производстве, незаконное использование территорий природных памятников, самовольная вырубка лесов. Вот неполный перечень нарушений, которыми занимается природоохранная прокуратура. Экология очень инертная сфера. То есть невозможно, конечно же, вот так вот по щелчку, сегодня мы что-то сделали, завтра уже все стало чисто. Но я считаю, что здесь очень важно начать работать. То есть дорогу осилит идущий, нужно просто заниматься этим делом. Мы сейчас пожинаем плоды того, что нам досталось от предыдущих поколений, когда немножко другое было отношение к охране окружающей среды. Поэтому я считаю, что очень важно то, что мы сегодня делаем. По итогам деятельности за 2012 год Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура была награждена переходящим вымпелом прокуратуры Свердловской области. Работа этого подразделения была признана лучшей по всем направлениям. Еще один памятный приз с ежегодных учебных стрельб. Команду Свердловской природоохранной прокуратуры Лариса Ларина, как руководитель, возглавляет сама. А это моя мишень, это вот на память оставили после результата. Как в своей непосредственной работе. Думаю, что это один из показателей целеустремленности в нашей работе. Найдите работу, которая вам по душе, и тогда вам не придется работать. Эти слова в полной мере характеризуют героиню нашего следующего сюжета. Людмила Богомазова – начальник отдела прокуратуры Курганской области. Ее работа – это и ответственная служба, и любимое дело. Людмила Богомазова – начальник отдела по обеспечению и участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе. Почетный работник прокуратуры, старший советник юстиции. В органах прокуратуры родной для себя Курганской области 19 лет. Когда училась, работать прокурором не планировала. Я не могу сказать, что я с детства мечтала стать прокурорским работником. Нет, такого не было. Но на выбор профессии, чтобы стать юристом, родители повлияли, естественно, папа повлиял. Он хотел, чтобы его дочь получила юридическое образование. Когда я получала образование, я работала в системе социального обеспечения. Назначением пенсии занималась. Краткий прокурорский опыт получила на университетской практике. Проходила ее у себя на родине в городе Шумиха. Затем диплом, работа в Новосибирской области, в 92-м году вернулась в Шумиху, работала в районной администрации. Предложение перейти на работу в прокуратуру поступило совершенно неожиданно. Видимо, на практике оставила после себя благоприятное впечатление. Получилось случайно, но очень правильно. А когда меня позвали работать на гражданские дела, я считаю, что это просто жизненная удача. Поэтому я так долго здесь задержалась. И в принципе, я не представляю, где бы я еще могла так долго, так с интересом с таким работать, с таким удовольствием. Что-то общее с прежней работой в соцзащите есть и здесь. В гражданском процессе довольно часто прокурор занимается правозащитной деятельностью, отстаивая интересы тех, чьи права были нарушены. Эта работа, говорит Людмила Богомазова, нравится ей гораздо больше, чем уголовный процесс. А вот быть адвокатом, что интересно, мыслей не было никогда. Свой отдел Людмила Владимировна характеризует как в высшей степени профессиональный. Чисто женский коллектив, четыре советника юстиции, и она сама старший советник. Все работают очень давно и прекрасно знают свое дело. Свой стиль руководства называют демократичным. Очень демократичный. Я считаю, что и мне с работниками повезло. Они все ответственно относятся к своей работе. Их не надо погонять, поучать, их не надо наказывать. Хвалить, конечно, надо. Ругать совершенно не надо. Очень ответственные люди. Поэтому у нас все демократично. Мы все решения принимаем совместно. Все дела мы обсуждаем между собой. У нас взаимозаменяемость полная. Любой работник может любого человека, в том числе и меня, заменить на работе. Поскольку работают уже все давно и всю работу знают. В том числе и все решения принимаются совместно. На вопрос, есть ли у вас увлечение, отвечает сразу. Мое увлечение – это работа. Ну и немного вождения автомобиля. Права получила несколько лет назад и правила соблюдает всегда. Я знаю, чем это заканчивается. У нас вот эти дела, все по возмещению вреда, причиненного дорожно-транспортными происшествиями, проходят через нас. Поэтому я прекрасно знаю, что такое несоблюдение правил дорожного движения. Даже малейшее. К чему это приводит и чем это заканчивается. И у меня муж, водитель с 30-летним стажем, он тоже соблюдает полностью правила дорожного движения. Не потому, что он боится ответственности, а потому, что это в крови. Закалка. Закалка, да. Это надо. А 8 марта в отделе праздновался всегда. Коллектив-то женский. Праздник, 8 марта, конечно, женский праздник. У нас женский коллектив. Мы друг друга поздравляем. Всегда в обязательном порядке. Внимание уделяем друг другу. Празднуем. Хотелось бы пожелать не только моим работникам, которые работают у меня, но и всем женщинам в прокуратуре области. Счастье, в первую очередь. Быть любимыми. Любить самим. Не ошибиться в выборе профессии, потому что удовольствие, которое получаешь от работы, оно сказывается на всей жизни, в том числе и на семейной жизни. Если на работе хорошо, в семье тоже мир и порядок. Хотела бы пожелать, чтобы мужчины почаще дарили цветы своим женщинам, то есть нам всем. Может, это не материальный подарок, это как раз знак внимания, который женщина... Для того, чтобы оставаться женщиной, это необходимо. Жанна Черняк, начальник отдела прокуратуры Тюменской области. Под ее руководством работают высокопрофессиональные государственные обвинители. Как обеспечить слаженную работу коллектива и эффективность поддержания государственного обвинения, об этом далее в нашем сюжете. Если человека, далекого от юриспруденции, спросить, кто такой прокурор, то он скорее всего скажет, что это тот, кто представляет обвинение в суде. Эта функция прокуратуры самая известная и, безусловно, одна из самых важных. На профессиональном языке это называется государственный обвинитель. Жанна Черняк, начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Тюменской области. Признается, что не пропускать судебные истории через себя не получается. Тем не менее, главное на суде быть собранной и хладнокровной. Безусловно, это сложно в поддержании государственного обвинения, поскольку приходится убеждать суд, убеждать присяжных заседателей в виновности подсудимого, который действительно виновен. Но, безусловно, это благородная профессия, потому что мы ведь стоим на защите прав потерпевших от преступлений, с одной стороны. С другой стороны, мы достигаем и участвуем в достижении цели неотвратимости наказания за каждое совершенное преступление. Поэтому вот эта, наверное, цель, она оправдывает все то, что мы делаем в судебных разбирательствах. Стараешься заходить в судебное разбирательство, конечно, опускать все эмоции и подойти хладнокровно, поскольку ты должен объективно оценить все то, что есть в материалах дела, все то, что представит тебе сторона защиты, все то, что ты услышишь от свидетелей, потерпевших, того же подсудимого. Ты должен объективно к этому подойти, потому что цель одна, чтобы был вынесен законный, обоснованный и справедливый приговор. Отдельный разговор – работа с присяжными. Этот вид суда входит в нашу жизнь непросто. Для многих он до сих пор непривычен. Но обвинитель должен уметь работать и в этих условиях. Учитывая активность адвокатов, такой процесс может стать настоящим состязанием. С ними просто работать по-другому, поскольку всем нам известно, что в состав коллегии присяжных заседателей может войти практически любой гражданин, достигший 25 лет. И каждый из них, он не обременен тем валом юридических познаний, которые нам преподают в университете, которые мы имеем за своими плечами. Это с одной стороны. Но с другой стороны, это те люди, которые разрешают дело по своему внутреннему убеждению, совесть, именно так гласит уголовный закон. Поэтому, да, с одной стороны, работать с присяжными сложнее, поскольку приходится убеждать лиц, которые не сведущи в вопросах права. С другой стороны, эта работа намного интереснее. И требует от государственного обвинителя более, наверное, высокого профессионального мастерства, поскольку убедить людей с разным жизненным опытом, с разной возрастной категорией, возможно, сложнее, чем профессионального судью. Однако результат от этого, наверное, возможно, благороднее и получается нередко. А судить о том, насколько объективны вердикты присяжных заседателей, нам, наверное, сложно, потому что мы с вами никогда не узнаем, почему в той или иной ситуации присяжные заседатели ответили «Да, виновен» или «Нет, не доказано». Как и многие другие, к работе в прокуратуре Жанна Черняк готовилась заранее. Думала ли стать кем за другим? Возможно, и да, но это было очень давно. Сейчас уже сложно по истечении 10 с лишним ряд работ в прокуратуре, мне уже сложно представить себе работу на другом направлении вообще. О чем я думала раньше, о чем я мечтала, тоже сложно вспомнить, поскольку уже в университете, в принципе, я для себя определила, что я хочу работать в прокуратуре, поскольку и моя преддипломная практика уже проходила в прокуратуре. Так получилось, поэтому после этого я уже желала работать в прокуратуре. Сюда я и вернулась. Не переносится ли работа в личную жизнь? Трудно ли быть женщиной дома и обвинителем на работе? Не жесткий ли вы человек? Наверное, всем женщинам-обвинителям приходилось слышать такие вопросы. Жесткий, наверное, сложно сказать, но достаточно принципиальный, да. С достаточно развитым чувством справедливости, да. Наверное, трудно станет уживаться? Я думаю, что нет, думаю, что нетрудно. Но это судить, опять же, не мне. Хотя семья прекрасно понимает все, что связано с профессией. Муж нашей героини тоже прокурорский работник. В прошлом году Жанна Черняк награждена ведомственной наградой прокуратуры. Нагрудным знаком за безупречную службу. Вы смотрели программу о работе органов прокуратуры на страже закона. Адреса и координаты надзорного ведомства сейчас на экранах ваших телевизоров. Следующий выпуск нашей программы выйдет в эфир ровно через неделю. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok